Мы запускаемся и пять прыжков на батуте. Считаем. Один, два, три, четыре, пять. И тихонечко вышагивает. Вот такая она, оздоровительная физкультура в центре ЛАДО. Дети до школьного возраста 45 минут находятся в непрерывном движении. Задания меняются каждые 10 минут. Интересно, весело, активно. Иначе нельзя, говорит инструктор. За здоровьем пешком не ходят. К нам поступают детки с какими-то нарушениями, которым мы предлагаем разные виды занятий. В зависимости от возраста, от физической подготовленности и от того нарушения, которое у ребенка есть. Как правило, наше занятие является дополнением к работе основных специалистов. Логопедов, дефектологов, психологов. Но мы тоже стараемся занятия разнообразить, сделать их интересными, опять же, чтобы движение было в удовольствие. Коварики! Снова две! Право-влево! Право-влево! Ну давайте еще по разу. По правой, по левой, не упасть. Примерно 60% современных школьников страдают от гиподинамии. А особенно это касается подростков. Раньше учителя часто жаловались на то, что дети гиперактивны. А теперь вынуждены признать, что детям угрожает гиподинамия. Или, как ее еще называют, гипокинезия. Здоровительная гимнастика в центре ЛАДО решает сразу несколько проблем. Алиса Андреевна, восьмиклассница, рассказывает, что подобные занятия длятся два месяца. Но девочка готова ходить хоть круглый год. Она так и делает. Убегает от гиподинамии уже два года подряд. Знаете, такой перелив энергии. Чувствую, что я развилась и получила много новых ощущений. Все нравится. Да, и на каждом занятии мы работаем с разным оборудованием. Все очень интересно. Познаем много нового и учимся работать с новыми вещами и оборудованием. Цель наших занятий, во-первых, все равно на первом месте привлечь детей к активной двигательной активности, чтобы занятие было в удовольствии. И через физическое развитие помочь преодолеть им какие-то нарушения. Сейчас очень много детей идет с нарушениями речи, с нарушениями в развитии разных параметров. И когда ребенок начинает активно двигаться, осваивать новые виды деятельности, это помогает ему преодолеть и подобные сложности. То есть все взаимосвязано. Психомоторное развитие, оно неразрывно. Развивается психика, развивается двигательная сфера, и они друг друга дополняют и помогают. Итак, спасение детей в повышении двигательной активности. А какой она должна быть? Как ее измерить? Это вы узнаете из нашей программы «Что такое хорошо и что такое плохо». Комментарий даст специалист из центра «Лада», инструктор Светлана Толстова. Ольга Фролова, Сергей Чижов. Новости. Твой день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова